всем привет народ короче выдвигаясь в лес поступил заказ на чагу нужно выполнять чую дадут мне комары мошка просраться ну хрена делать надо идти недалеко благо километров 5-6 в одну сторону сейчас собак заберу и рванул на улице скажем прям как менять 17 градусов пасмурно поэтому пока идешь комары мошка вроде летает где-то ну стоит только присесть дадут дрозда такой суп какой запах хорошо там видно собаки впереди бегут взял так прогуляться им конечно сейчас жесть комары сжирают так вот тягину на килограмм 56 набрать больше хорошо если только далеко ничего собирался на одну хитрую рыбу на рыбалку в лес ходить на планировать как всегда ничего нельзя планируешь планируешь 20 планы поменялись ничего еще схожу еще выходные наверно надо маленько расхаживаться потому как осень за горами осталось полтора месяца меньше чуть и начнется таежная работа ребята там походить придется этот год походу пешком ничего вся тайга раньше пешком ходила зато собаки работать будут хорошо душно конечно душно по профилю конечно идти хорошо но свернул я в визиру визиру это хрен знает что такое геологами когда-то сделано идти по ней сейчас в июле плохо листьев много влаги много уже трассы остальные все мокрые но идя по профилю что-то мало по ходу чаги один гриб нашел срежу маленько там пошарахаюсь в июле вообще в тайге в принципе делать нечего а то как только на рыбалке до дачи заниматься на сука не могу сидеть надо влезть его все равно собаки бурундуков гонять бурундуки взгляд них никак нафиг вот повезли идешь убираешься вечно через какой-то хмызник вот и рунда вон тропу не потерять тропа заросла чуть сошел и все тропы нет сейчас я маленькую потерял все сбился маленькой стропинки уже не обнаружишь вот она вроде как видите ель видно где сзади меня сейчас вот это визира а вот остановишься сразу заметили с собой ружье без ружья никак взял чисто пули на всякий случай ребят охотиться и не собираюсь и стрелять что-то специально для этого всему есть свое время но не дай бог где нибудь вылезет михаил потапыч а еще щенками своими не объяснишь ни себя надо он туда посмотрите что творится врагам прошел альте если такие у дебри приходится постоянно лазить такая у нас тайга буревом чет я наверно глупил что подписался идти по визири потому как старый зарубки потому как мокрый я уже по самой не хочу шел бы по профилю то наверно там пока форме здесь же что-то все за всю тропу завалило то ли ураган был то ли чем не знаю но дебри жуткие собаки дайте еще две ноги с четырьмя по ходу получше тут такое когда-то живописное место было что чернику ходил собирают красота сейчас все в завалах надо короче по ходу остыть маленько подсохнуть и дегтем намазаться комаров ребят и знаю тут конечно не передашь все красоты эти пшикалки спасает постольку поскольку деготь самое нормальное он не разъедает вроде кожу рожу пойду я похоже по профилю по визири весь вымок весь вообще там идти так то невозможно завал ураган был что ли когда-то я не знаю ну завалило мрак по профилю по ходу будет почище и посуше ну надо подсохнуть костер разжигать нельзя да и зачем мужики июль месяц дай бог где-то что-то просрешь тайга полыхнет нехорошо будем обсхать естественным путем на улице так жара но главное я там мокрая лишь какой-то сухой знаете сверху рассадка это лежит дождики-то были черники в этом году нифига нету сколько пришел прошел ни одного гриба вообще не видел еще рановато знаете еще наверно к августу все это дело пойдет так смотрите какие яркие краски красота в лесу молодежь меньше за компьютером сидите куда-нибудь на речку в лесок за грибами если там ваших краях есть грибы вот это экшен мужики это намного приятнее этот запах леса в детстве вы его почуете вы за всю жизнь никогда не забудете ребят намного интереснее все вокруг чем сидеть за гаджетами было бы моя воля я говорю я после со вообще не вылазил бы захотел бы так поселок продуктов набрал и опять в лес есть какой-то покой какой-то мир ощущение пока еще есть на земле места куда мы можем выйти с собаками где мы можем погулять и можем поохотиться порыбачить не платя за это не знаю без всяких браслетов ребят надо пользоваться такой возможность блин думал кедра не будет не ну шишка есть на деревьях на кедрах и довольно таки немало но в лесу один хрен кедровка снимет это где много кедрача там еще останется здесь где редко снимет сейчас попробую да не рано еще немножко хорошая крупная макушки усыпаны брусника кедр есть охота будет хорошая вот короче короб ставил дерево упало короб раздавило капканчик снял надо мошки поменьше станет пойти подшаманить капканы сейчас сейчас невозможно сейчас жира ближе к осени это как осень к августу надо вылазить все это дело делать как сезон не за горами как поработаешь так она все и будет каждый год говорится меняется где-то дерево упало путик сбежки шалаш его медведь курались бурндука запасы искал эти весь кедр обкопал я на своем пути никого не встретил до порезвился с одной стороны хорошо песочи птички будут а с другой стороны кедр грохнется ну да ладно природа есть природа сейчас подхожу к капкану этот на него повешу чтоб не просрать или надо все ремонтировать все обвалилось вся моя крыша ванна повешу чуть попозже сделаю то ли дождь будет то ли чем не знаю комарья стала уже что-то и дёготь не спасает просто сжирает найти еще прилично километров 5 я уже в обратку поверну потому что невозможно ребят кусает то ладно куда-нибудь на рыбалке у кого побрыгал состоящий туда-сюда на озере по тайге идет потеешь делать потом смывается сжираются собаки посидеть если не получается ничего отдохнуть курить потопа вот нашел место где мало мало ветер обдувает на пересенье профилей ордет сволочки дровка и сойка а так вообще мрак хоть маленько отдохнуть водички попить собак сожрали вообще мошка комары мошка лезет за пазуху везде комары так вокруг летает создают общий фон тут наверно не видно не слышно сейчас вот шапку снять башку облепит море 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 что ж ты кричишь зараза осенью в капканах зимой частый гость кедровка поставишь капкан и потом на круг едешь только 30 процентов закрыта кедровки чаги маленько подсобирал не столько конечно сколько хотелось бы но еще до дома километра 4 чуть больше того круг километров 11 10 получился ну перекус с собой не брал так как человеку 10 километров банк тушенки валяется конечно в рюкзаке всегда но жарко зачем кушать с утра позавтракал плотно воды обопьешься почалю до дому потому как и собак сожрали издевательство одно над ними надо было тоже дегтем намазать что-то эту пану мало взял ветерой мошки телефон не видно за мной вообще труба только ветер стих сразу короче как говорится 10 километров не крюк маленько потяжелее стала ну конечно наверно возраст чуть-чуть но как потяжелее расхаживаться надо расхаживаться по тайге как начинаешь ходить первое время после летнего застоя то конечно по первой всегда тяжело а потом летаешь даже не потеешь конечно в 20 лет есть километров я вообще не заметил чуть такое пролетал на одном дыхании много глупости делал раньше летал бегал можно сказать по тайге зачем непонятно сейчас идешь не торопясь потихонечку экономишь силы это приходит по ходу с возрастом не хрен торопиться а то как конь весь умыли в принципе толк один и тот же так осень нужно все равно снегоход брать на лыжах до хрена не пройдешь потому как местный контингент он все-таки объезжает у всех снегоходы ну ребят с вашей помощью может быть к осени и приобрету что-нибудь не стесняйтесь донатьте донатить можно по ссылке в описании канала ссылка есть куда чего и в описании к видео каждый раз выкладываю но люди немного конечно скидывает если мне друг один он постоянно спонсирует канал большое спасибо ему за это саша селин не раз я его не видел конечно огромный ему привет сейчас чипачок пойдет за сушу навяли прошла адресу не отправлю конечно большое ему огромное спасибо человек смотрит видях ему интересно что-то интересно узнает конечно что-то где-то но ребят как всегда говорю дальше будет интересней не знаю как насколько интересно но что могу то показывает короче кто за продолжение контента такого палец вверх лайкайте ребята пишите комментарии на всегда отвечаю есть и хорошие комментарии есть конечно и хреновый но всяко разно ладно удачи почапаю дальше собаки чё-то надыбали а чё надыбали наверно бурунду где-то залез нифига не соболь не суки не интересно кобель что-то там рвет рвет и мечет пол дерева уже размолотил рейган ты чё там нашел волчка конечно в лес не брал так как маленький он еще такой километраж не для него падет на лапы зачем мне это надо будем потихонечку с ним гулять расхаживаться на рыбалку потом на ручей я его возьму а в такие издевательские походы бурелом и болото рановато им еще рановато мышцы должны окрепнуть должен заборзеть самое главное могут с этой сукой научиться ходить в паре как она его ненавидит рвет его в отдельный вольер посадил вместе никак нельзя до зубила что такая злая хотя это ее брат хоть намного меньше с другого помета тоже привезенный чистая лайка ну не чувствует она в нем родства почему-то рвет она его чтобы до дерева докопались и про то идем дальше хватит все наконец-то прямая к дому с тропинку еще найти смотрите какой воронье гнездо черные вороны здесь начался осенник значит осталось уже пару километров ну вот друзья наша прогулка по лесу подошла к концу подходит вернее до поселка осталось какой-то километр жара духота невыносимая повылазили вдобавок еще и оводы у нас таки называют они вообще не дают ничего не вдохнуть не пернуть как говорится собаки подустали их съели лесные товарищи чаги маленько под собирал прогулка получилась такая довольно таки изнурительно потому как горю жара не распахнешься едят заживо так далеко смысла нет наверное эти за чагой теперь заказы буду оформлять наверно с дороги сошел немного там километра два прошелся по березнякам потому как в лесу еще рановато слишком жарко не грибов не ягод медведей волков подавно ночью не наглую отморожены они сейчас находятся на реке на косах на больших болотах где мало мало их ветер обдувает им там более хорошо лось в это время наверно сидит по уши в болоте потому что их бедные грызут вообще труба она мазаться им нечем я детям нечего из птичек что видел молодых этих как молодые выводки рябчиков два штуки попадались маленький совсем но уже на крыле это хорошо саба от собака не улетают собаки хорошо что не подавили маленький совсем чуть больше воробьев но уже разлетаются сейчас еще месяц выводки подрастут глухари молоденький косачи вот тогда и поохотимся а так в лесу пустота делать пока в тайге нечего сейчас наверно лучше на рыбалочку вот говорю сходим с вами на один таежный ручей за очень хитрой рыбой с очень хитрой приманкой придерживаюсь говорю основном дедовских способов поэтому покажу вам расскажу все показывает рассказывать не буду ребят так как местные тоже смотрят канал не всегда хочется раскрывать все секреты показывать все места но сами понимаете да и они сами понимают что они в на моем месте также поступили но все-таки что есть то есть оставайтесь на канале очень было приятно с вами пообщаться вместе с вами прогуляться по лесу до новых встреч подписывайтесь не забывайте ставим лайки пишите комментарии всем пока удачи сейчас собак закрою в вольер а завтра на работу пока